Рассказал, что в Париже мусора даже больше, чем в Кирове. Грязь на дорогах когда-нибудь доисчезнет, а 16 миллионов рублей на оформление города к Новому году вполне себе нормальная сумма. Сегодня Илья Шульгин провел пресс-конференцию о проблемах города и о планах их устранения. Темы обозначали журналисты и к проблемам мусора проявили повышенный интерес. Все подробности в материале. На встрече с журналистами Илья Шульгин заявил, что в Кирове с мусором катастрофической проблемы нет. А мусорный коллапс – это утрированные понятия. Сити-менеджер привел в пример Париж. Там у Эйфелевой башни мусор, говорит, лежит по всей территории поля, а еще бегают крысы. В Кирове далеко не так. То, что у нас сегодня происходит, конечно, это повод для очень внимательного разбирательства, очень внимательной работы. И мы это делаем. Только у нас это не коллапс, это у нас есть на сегодняшний день по 40 с лишним проблемных участков, где нерадивые бизнесмены, как в управляющих компаниях, так и в ресурсно-направящих организациях, позволяют себе не договариваться. А следствием этого выступа является то, что жители страдают. Илья Шульгин также отметил, что вывозить мусор с 1 января все-таки будет куда. Напомним, на прошлом деле арбитражный суд признал недействительным разрешение на строительство полигона в Осенцах, но, по мнению главы администрации, никакой катастрофы не случится. У нас есть построенный полигон, который внесен в федеральную схему ГРАРО, и сейчас ведется заключение договоров. То, что на сегодняшний день существует судебное решение, это вопрос работы как муниципалитета, так и правительства. Никаких сценариев катастрофических допущено не будет. Еще глава городадминистрации признал, что проблема грязи на улице, которая появляется из-за использования песко-соляной смеси зимой, никак не теряет своей актуальности. Это при том, что на недавних совещаниях Илья Шульгин уже проговаривал с подрядчиками возможность сыпать на улице и тротуары преимущественно чистые реагенты. Например, пионорт. Опять выхожу, опять песок сыпят. Я говорю, а почему песок-то? Я говорю, разговариваешь за реагент вроде. В чем проблема-то? Ну, там какие-то объяснения опять идут. Вот там накоплено запасов на 150 лет вперед. Нужно вот этот период пройти, когда переходим с одного на другое, потому что я от своих слов не отказываюсь. И все-таки мы добьемся того, что в городе у нас будет чисто. Интересовали журналистов и планы по новогоднему оформлению театральной площади. Сегодня стало известно, что на украшения и аттракционы городской бюджет готов потратить 16 миллионов рублей, что почти на 3 миллиона больше, чем годом ранее. По мнению Ильи Шульгина, сумма это вполне обоснована, ведь в приоритете у чиновников в этом году безопасность горожан, а потому все аттракционы, в том числе и горки, будут строиться под контролем администрации. Значительную часть этого бюджета, кстати, город потратит на лед, но его теперь вряд ли повезут из Перми, как это было в прошлом году, на этот раз, скорее всего, из Юж-Королы, с реки Волги. И без оттенков коричневого и желтого цвета, подметил Илья Шульгин. Артем Панекаровский, Константин Кузнецов, Анатолий Гагаринов, информационный канал «Город».